Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Полина Павлова. Это очередной новый выпуск программы «Звездный открой Моспром», в котором мы знакомим вас с самой технологичной гранью столичной жизни. Это, конечно, наша промышленность. Мы с вами уже побывали на некоторых из 700 городских предприятий и сегодня очередь компании «Гришко», которая производит одежду, обувь и аксессуары для танцев и балета. И у нас для вас потрясающий сюрприз. Сегодня с нами по производству пройдет наш звездный гость, и это будет никто иной, как Николай Цискоринзе. Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть, очень лестно, спасибо, что подключились к нашему проекту. А главное, что никто, так как артист балета, да еще и настолько именитый, не знает все про одежду как раз для танцев и балета. К сожалению, да. Для нас это основная часть жизни. И даже тогда, когда я был ребенком еще очень скромным в плане одежды, когда у меня не было, допустим, ничего, кроме двух свитеров и джинс, балетной одежды у меня было на многие тысячи долларов. Потому что основную часть дня я в те годы проводил именно в репетционке. Но она какая-то особенная? Ну, конечно, просто... Может, какая-нибудь органическая? Просто когда я начинал, понимаете, жизнь была немножко другая. В нашей стране практически ничего не было для работы профессиональной. Все это было иностранное. И приходилось там где-то искать. И не во всех городах, куда вы приезжали, допустим, за границей. Просто мне повезло. Я очень рано стал выезжать благодаря моей профессии. Вы везде могли найти магазин. Тогда еще не было интернета, тогда не было ИБ. Я вам и говорю, это 90-й год, да? Сейчас, слава богу, все есть везде. Ну, я знаю, что, например, пуанты и вообще одежда этой компании даже экспортируют. То есть на это во всем мире. Ну, вы знаете, сначала, конечно, для меня, как для артиста Большого театра, конечно, все, что мы имели, делал театр, да. Просто другое дело, что в Новой России уже, когда появился, ну, распался Советский Союз, появились частные компании. В данном случае мы сейчас с вами находимся на заводе Гришко, да, который называется в честь создателей, владельца Николая Юрьевича, который в свое время собрал мастеров и открыл сначала небольшой, у него был шоу-рум, а потом выросло это в гигантскую компанию. Я не знаю уже, какое количество стран. Точно десятки. Да. А пуанты, да, к сожалению, вот мы с вами стоим перед витриной с автографами, где пуанты подписывали много замечательных балерин. И могу вам сказать, что на сегодняшний день это все раритет. Вот, вот, к сожалению, современные балерины не танцуют в такой вот обуви, чтобы были такие элегантные узкие пятачки, чтобы это было похоже на красоту какую-то. Сейчас уже с ума сошел. Мир сошел с ума, на самом деле. В лугах танцуют? Нет, просто уже такие, знаете, как будто свинья выходит с такими пятачками. Ну, нам в то время, когда был настоящий балет, нам такое не разрешали. Не позволялось. Да. Не то, что не позволяли. Да, во-первых, не позволялось. Во-вторых, люди понимали, что есть эстетика, что есть культура. Я думаю, что Николай Гришко ждет нас. Пойдемте. Давайте познакомим аудиторию нашу с ним. И, может быть, он расскажет много чего интересного. Николай, здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Смотрите, кого я вам привела. Николай Максимович. Знакомить вас не надо, вы давно знакомы. А, давно. Вы знаете, сколько лет с Николаем Максимовичем лично я познакомился, когда ему было 18? То есть это не так давно. В 92-м году, в прошлом веке. А, хорошо было, правильно, недавно. Когда ты говоришь о прошлом веке, сразу понимаешь, когда это было. Так что я вот так присяду, будет. Так, последние новости я хотел бы Николая Максимовича порадовать. Во-первых, маленький первый сюрприз. Мы сохранили подписанные им пуанты, в которых Николая Максимовича очень многие видели на сцене Большого театра. И более того... И не только, и Метрополитен Опера. Да. Я боюсь спросить, потрогать можно? Можно? Да. Они легенькие, они легенькие. Красота какая. 250 грамм. А специально делали по ноге, да? Вот, вот, колодочка, Николай Максимович. А у вас-то этого нет. Нет, конечно. А мы его можем подавить. Нет, даже нет. Это ваша индивидуальная колодка. Видите, она наращивалась. Наращивалась. Есть специальная машина. Я надеюсь, ее снимет съемочная группа. Это экструдер, который подает жидкий пластик. Он формуется, а затем мастер как бриллиант обтачивает. У меня есть сюрприз показать. Да. У меня, на самом деле, их было много, потому что я много спектаклей станцевал. И на каждый спектакль у меня были новые туфли, на репетиции. Но у меня осталось одним, потому что меня все время кто-то забирал в подарок. У многих это в подарок. Одни остались у меня. Даже в пакетике остались. Ух ты. Причем это тот пакетик, который уже невозможно найти. Таких пакетиков у меня нету, нету. А вот. И, ну, как бы они со спектаклей. Я их спрятал, потому что у меня все время кто-то после спектакля забирал. Вот видите. Так что это, как это выглядело до того, как вы поносили. И как это выглядело после одного выступления. Одного выступления. Да, одно выступление. А вас, скажите мне, пожалуйста, вот вы для... Все-таки мужчин много делали пуанты? Или это вот такие одни? Эти, конечно, точно эксклюзивные для Николая. Ну, все началось с Николая Максимовича. Все-таки основа помощи. Видимо, после меня поползли. Вы знаете, происходит невероятное. Мы получаем очень много заказов. И теперь мы единственные в мире, кто выпустит... Это у нас размер семь с половиной. А мы выпустим одиннадцатый размер. Можете представить? Ну, во-первых, надо сказать, что для балетных у меня очень маленькая нога. Да все-таки в этом плане повезло. Все-таки я высокий человек очень, да. И ножка у меня... Слава богу, у меня все очень по пропорциям правильно. Она не должна быть больше. Конечно, танцовщиков с таким размером моего роста нету. Это редкость. Это огромная нагрузка. Чем больше пуанты, тем больше пятачок. Николай Максимович, здесь три квадратных сантиметра. Это маленький. Школьный курс физики, помните? Да-да. Масса равна весу, умноженному на скорость. Вот вес Николая Максимовича Юного нужно умножить на скорость во время прыжка. И приземляется масса почти 160 килограмм на три квадратных сантиметра. Это страшный удар. Но, говорят, есть какая-то фотография, да? Есть фотография? Есть у вас фотография. Покажете. Николай Максимович, пожалуйста, вот у вас такой не точно. Нет, такая есть точно. Такая есть, но не подписана. Галиной Сергеевной Улановой, Владимиром Викторовичем Васильевым и господином Цискоридзе. Вот его подпись. Ей цены нет. Ценность, да. Но мне знаете, что больше всего ценно на этой фотографии? Посмотрите, как они на меня смотрят. Посмотрите на лицо Галины Сергеевны. Да. С каким-то обожанием, восторгом. Это самое-самое. Осветится изнутри в этот момент. Конечно, есть кем гордиться. Можем ли мы пройти и посмотреть на производство? Очень хочется все-таки уже понять, как производится такая обувь. Все, что вы хотите. Все покажем. Все покажем, да. И, кстати, новинка. Мы для американских покупателей сделали новый бренд Николай. Какое совпадение? Два Николая. Так, два Николая. Хотелось бы верить, что это в честь меня? Конечно, конечно. Потому что в мире знают все сканицы. Я буду говорить, что немножко и обо мне. Конечно. Какая красота. Это шоу-рум у вас? Добрый день. Здесь мы проводим наши съемки, встречи с нашими покупателями со всего мира. От Индонезии до Канады, от Аргентины до Филиппин. Приезжаю, работаем. Ирина Собакина, заместитель директора обувного производства и главный технолог всего нашего обувного производства. Приятно с вами познакомиться. Сейчас Ирина вам расскажет. Во всех этих деталях, да? Да, раскроет маленькую тайну, из чего же состоит пуант. Тут практически все детали. Все выложить невозможно, потому что их очень много. Это заняло бы большую часть стола. Это основные части пуанта. Это как конструктор на самом деле. Да, мы собираем. Причем учтите, что 18 разных наборов, 18 моделей на сегодня мы выпускаем. Это 18 разных наборов. А зачем вообще нужны пуанты? Я буквально два слова. Дело в том, что стопа – это чудо инженерии. Это сложнейший механизм, который состоит из… Вот угадайте, сколько косточек в стопе? Подсказывайте. Не буду, зачем? 28 косточек в стопе. И дикое количество связочек. 160 связок сухожилий и мышц. Более 160. А чтобы она была подвижной, для этого работают 33 суставчика. Это в одной стопе я называю. Итак, крепость дают мышцы сухожилия, подвижность дают суставчики. Мы должны обеспечить и подвижность, и защитить стопу балерины о тех огромных нагрузах, о которых мы сейчас рассказывали, когда говорили о пуантах Николая Максимовича. А теперь слово Ирине. Спасибо. А я вас покидаю. Но мы же вас еще увидим. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ирина, ну рассказывайте. Очень много деталей. Что есть, что. И вот почему 18 разных моделей? Смотрите. Это необыкновенная, изящная туфелька. И что мы видим с вами? Мы видим сверху атлас. Внутри тканевую подкладочку. Элемент подошвочки. И нам кажется, все так просто, все так элементарно. Но мы совершенно не можем увидеть, что находится внутри. А сейчас я вам покажу. Первое и самое основное в пуантах – это когда делается вот такая форма носочной части. А из чего она сделала? Это носочная... Да. Вот этот вопрос абсолютно задают все. Ирина, ну расскажите, да, вот эту часть из вот такого материала делается? Что это? Вот эта часть именно коробочки, она делается из множества вот этих вот деталей. Она здесь все вместе получается. И вот это тоже сюда включается. У вас еще вот клей стоит. Да. И вот эти все детали. Декстрин кукурузный. Не знаю, что это. Волшебный порошок, видимо, который... Это натуральный, да, кукурузный декстрин. Знаете, очень важная вещь. Это я уже вам говорю как педагог, и как человек, который отвечает за здоровье учащихся, да, как руководитель школы, что нога должна дышать. Она должна в работе еще, помимо того, что она... Много лет вам служить, потом еще после, да, неплохо. Потому здесь показаны вам в основном все натуральные продукты, в которые позволяют сохраняться и коже, и ногтю, и связкам, и костям в нормальном режиме. Позволяет выводить влагу. И влагу выводить. И главное, что когда это намокает, почему клей? Клей же он, ну, как бы сочетание с влагой, с естественной, да, потовыделения. Он облегать начинает ногу. Да, приформовывается к стопе. И это становится очень красиво. И удобно. Должно быть. Да. Поэтому вот эти вот все абсолютно детали, они промазываются. Вот этим клеем соединяется последовательно. И мастер, который создает вот эту коробочку, он должен четко понимать, как накладывать детали, чтобы не было никаких болевых ощущений, и чтобы создавалась вот такая красивая и удобная форма коробочки. Ирина, скажите, все-таки вот в одном пуанте сколько деталей, если посчитать все? Больше 50. И балерина. И балерина. В одной туфельке больше 50. Две туфельки плюс одна балерина. Я думаю, что нам пора. Пора? Пора. Иди на производство. Пора. Пора, вроде бы. И вы стали ленточки. И уходим. Я правильно понимаю, что у компании 16 разных моделей? Да, да. 5 полнот в каждой модели. Уже добавляем шестую. Шестую добавляете. И опять же, 5 разных видов жесткости. Да, несомненно. Но есть, конечно, и уникальные модели, которые делаются индивидуально. То есть вот то, что мы с вами видели, когда слепок видели стопы Николая Цискоридзе. Для некоторых, наверное, тоже везунчиков, балерин, конечно, в первую очередь. Ну, нет, конечно, для примабалерин. Для примабалерин. Не для всех, кто обращается. Я хочу сказать такую вещь уже как директор школы, да, директор-ректор. Я многим советую прийти, допустим, в эту компанию и для себя что-то заказать. Только по одной причине. Я знаю точно, что все делается из натуральных продуктов, материалов. И это очень важно, потому что здоровье одна из тех составляющих для артиста, которая обязательно. Ну, а для всех людей обязательно. Да, но просто очень нехорошо, когда ты вот вроде ради сиюминутного успеха портишь себе всю жизнь. Да, но я на всю жизнь. Я правильно понимаю, что здесь раскроечный цех? Раскроечный цех, да. Раскроечный. Сначала всего. Так, рассказывайте, что происходит. Проходите. Сколько слоев? Сто? Больше? Нет. Сколько возможно? Сколько? Ну, я не знаю, сколько возможно. Сколько возможно? Ну, мастеру надо спросить. Да, 120 слоев здесь. И сразу вот мы увидим, как она будет вырезать. И одна деталь сразу будет на 30 пар пуантов. Ух ты, а покажите, пожалуйста. Ну, складывают, наверное, идеально, да? Чтобы ни одной замятинки не было. Иначе, соответственно, на минимум 15 будет неправильно. Да, настилать вот этот настил обязательно вообще, чтобы никакой складочки не было. Проглаживают, если они встречаются. Должен он быть гладкий, идеальный. Как красиво ножик. Идет, да? Да, да, да. И точно по линии. Вот в детстве дали бы мне поиграть в такое? Уже болит мы попробуем. Хотел, хочу, хочу. Так, давайте поставим. Так, только аккуратно. Я вас очень прошу. Понятно, понятно. Вот здесь регулируете, как вам, вот когда начнете, вот эту руку близко сюда не ставим. Да, понятно. Поехали. Поехали, поехали. Так. Ой, косой. Я все-таки косой. Хорошо, выровни. Все поправим. Угол сразу. Так. Какая красота. Отлично, да? Вот это уже красиво. Так. Вот так. Опа. Направление сразу выбираем. Направим. Ага, вот так. Вот, вот, вот. Вот, 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 да. Вот, вот. Вот, по направлению. Боже мой, как ответственно. Угу. Все. И потом, видимо, на этих деталях поставить трестик. Ну, я не очень ровно. Я, конечно, не как вы, но кайф невозможный. Скажите мне, пожалуйста, здесь такую вещь. А вот что касается пятки, да? Ее тоже здесь режут? Да. Вот мы видим сейчас детали большие. Это союзочки. Ага. А детали пяточки она уже вырезала. Мы сейчас их посмотрим. Вот они, пяточки. Вот они такие. Смотрите, как напоминает нам, как пироженки такие вот. Вот это уже пяточки. И самое интересное, вот этот вот атлас, он же специально разрабатывался для фирмы Гришко. Вот именно этот цвет, да? Да, именно этот цвет запатентован. Потому что на самом деле ведь туфелька должна быть как законченный образ балерины. Спасибо. Побежали дальше. Да? Спасибо вам большое. Спасибо. Вы мне достали колоссальное удовольствие. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Что у вас происходит? Что вы делаете? Расскажите, пожалуйста, как вот все начинается, наверное. С чего мы начинаем? Мы начинаем, получаем задание, собираем крой. Мы начинаем. И шьем заготовку. Давайте я вам покажу. Мастер работает на очень квалифицированной и дорогой аппаратуре. И это тоже очень влияет на успех. Давайте я вам покажу. Давайте. И вообще работа с атласом, она требует очень аккуратности большой. Потому что это такой вот... Атлас не самый простой материал, особенно в натяжке, да? Да. Вот это две, значит, для двух ног. Видите? Теперь положите сверху. Так как у нас, видите, атлас очень нежная ткань. Вот дополнительное, что мы говорим, делаем. Видите, мы делаем закрепку. А, вот как выглядит закрепка. Да. Мы делаем закрепку. Чтобы атлас не тянулся, да? Нет. Чтобы было хорошее качество. Потому что их основная масса идет. Вот то, что мы еще... Упор. Упор идет. Упор делаем вот на этот, чтобы сидела пяточка. А теперь посмотрите, да. Видите? Это самое главное, что вот контур пяточки должен вот настолько прилегать к именно форме колодочки. Именно посадить им надо. Да. Сколько времени уходит на одну пару? Я думаю, что у мастера минут 20 самое больше, да? Ну, она чуть поменьше у нас. Да, минут 12. Мастер, да. Минут 12, я думаю. Но тут еще зависит от сложности модели. Модели. Если добавляются дополнительные детали, а они добавляются в новых моделях, и, естественно, увеличивается процесс сборки. Я думаю, что мы с вами немножко подождем, когда мы получим фуанту. Сейчас уже все. Сейчас мы не получим фуанту, да? Нет, мы получаем обивку. Мы получаем, да. Заготовку. Вот, теперь мы меряем ее на колодку. Вот видите, она сидит. Все идеально. А вот у нее целая папочка лежит. Да. Покажи нам. Пяточку, когда индивидуальные у нас идут балерины, такая, как Вишнева, Терешкина и вас, Николай Максимович. Я лично вам тоже шила. Да, 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 да. Вот они, вот они. И что там, где там, моя мерочка, где? Да, вот. Здесь все отмечено. Да, и какая высота пяточки, и насколько опустить боката. Нарастить колодку в пяточной части. Да, все абсолютно написано. И мы это храним. Да. Вот я все и сказала. Бока ниже на 18 миллиметров. С внутренней стороны. Не доходя до бокового шва. Швея Монахова, видите? Вот Ольга Монахова. Не доходя до бокового шва 2,5 сантиметра, пошло бока ниже на 13 миллиметров. И вот эта вот задача швеи. Это конструктор, в принципе. Да, да. Создать вот эту вот заготовку верха. Пятка ниже на 3 миллиметра. Пятка выше на 7 миллиметров. Плоский след подошвы, четкий ровный пятак. Пятак широкий не делать. Вы видите? Покажите, пожалуйста, для всех дур, которые выходят на сцену в широких пятаках. Ну, если мужчина выходил, посмотрите как. Потому что мои педагоги, Уланова и Семенова, за это убили бы просто своих учениц за широкий пятак. Это не профессионально, и главное, это вульгарно. И главное, настолько расхлябана стопа получается, что потом уже трудно привести ее в порядок. Некрасиво. И некрасиво. Некрасиво. Смотрите. Все готово. Готово? Да. Идеаль. Пяточка четкая. Закрытость четко. Спасибо. Вот я, например, вот это вот выпрещал делать. Да? Почему? Да. Потому что для меня это было невозможно. Да, потому что у меня были свои прибамбасы, но многим нужно, чтобы вот это вот было. Затягивалось? Да. Я затягивал все на пятки, они затягивают на носки. Это тоже в зависимости от удобства человека. Спасибо вам большое. Было очень приятно познакомиться с вами. И нам было очень приятно. Спасибо вам за это. Спасибо. И по модели, да. А мы идем смотреть, что случится дальше, да, вот с заготовкой. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. 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 После швейного цеха заготовки, правильно я говорю, вывернутые наизнанку, попадают, наверное, вот сюда. Это цех сборки. Да. Что здесь происходит, рассказывайте. Ну вот как мы сейчас видим, вот это все количество деталей, которые приходят именно на коробочку. И все вот эти количество деталей. И все вот эти количество деталей промазываются, да, вот этим вот клеем. И настолько должно быть все промазано аккуратно и плотно, чтобы коробочка вообще потом соответствовала своим свойствам. Вот сейчас в данный момент мы уже видим, как мастер непосредственно уже созданную коробочку начинает прикреплять к деталям низа, к подошве. И здесь используется алтанный метод сборки. Он такой хитрый, что мы никогда в жизни не увидим эту ниточку, когда мы возьмем в руки готовую обувь. Она остается где-то внутри? Да, она остается внутри. Очень внутри. То есть, по сути, вот этот этап, да, здесь основной, как раз формирование вот этого вот пятак, да, называется? Формирование коробочки. Коробочки. Пятак это у нас вот этот. А его как-то молоточками обстанавливают? Вот мы сейчас посмотрим. Мы сейчас видим, когда он уже вывернул и надел на колодку уже пуант. Его главная задача, хорошо, смотрите, как он отполировывает его поверхность. Он создает симметрию, да. Знаете, что интересно, что с 19 века осталась только одна деталь. Атлас. Все остальное изменилось. Все изменилось. И прибавилось очень много деталей. Да, очень много деталей. Видите, это уже, вот это большой достаточно пятачок. Вот там мастера гораздо меньше пятачок. Они зависят у вас от модели? Да, да, конечно. Самая маленькая модель фойте. Да, каждая модель, она... Сколько там диаметра? Ну, диаметра 3 сантиметра. Вот у меня была модель фойте. Да, высотой до 2 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Фантастика, правда? Я правильно понимаю, да, что... А, так, что у нас сейчас происходит? Она прошивает нитками. И самое интересное, вы обратите внимание, что у нее не просто нитки. У нее нитки все пропитаны специальным воском. Это делается для чего? Они нервались. Да, чтобы они были эластичными. Представляете, какую нагрузку выдерживают вот эти нитки, когда работает балерина на сцене. Значит, постоянно происходят изгибы и сжатия. Вот, поэтому это вот очень интересный такой момент. Сейчас так много говорят о всяких автоматизированных установках, роботизированных. Наверное, вот на данном производстве... К сожалению, к сожалению, все, что переходит в производство для... Ну, вот где нет человека, в этом теряется искусство, к сожалению. Искусство теряется и качество. И ведь балет чем прекрасен? Красотой, легкостью, изяществом. И, к сожалению, здесь сочетание огромного количества труда не только самого артиста, да, но и все же, кто его окружает, и кто в этом задействован. В частности, те люди, которые делают обувь. От этого очень сильно зависит. Мы зависимы очень, зависимы. Ведь именно, когда выполняется алтанный метод вручную, мастер ощущает каждую складочку. Он обязан прошить и наколоть ее. Машинным способом так не сделаешь. И мастер знает слабые места. Он может увеличить стежок там, где есть слабые места. Поэтому ручной способ на сей день на самом деле считается самым качественным. Спасибо вам. Делайте огромное, очень важное дело. Пойдемте дальше. На баланс мы посмотрим. А, да, конечно. Давайте. Так, давайте мы позадим тогда нашу камеру, чтобы мы могли максимально близко показать зрителям создание. Ага, баланс. Это баланс. Идеально. Ставится как раз. Сейчас прибьется маленьким гвоздиком. Одним, да? Да. А гвоздика тут не мешает? Ну, некоторые балерины вынимают, некоторым не мешает. Это все очень индивидуально. Вот она, по сути. А некоторые просят два гвоздика поставить. Ого. Как из той самой сказки, да, принцесса Нагорошина. Почувствует она его или нет. Мы идем ближе к финалу уже, да? Почувствует она его. Почувствует она его. Готовы к отправке, правильно? Да. Они уже ждут своего клиента. Я знаю, что вы поставляете более чем в 60 стран мира. Да. Да, вот Штаты, Япония. Китай. Китай. Корея. Ого. Очень много. И знают вас, конечно, не только артисты балета, и даже вообще, наверное... Весь мир. Весь мир. Красота. Как у вас здесь много красоты. Здесь у нас самый главный отдел. Это отдел контроля качества. Ни одна парочка пуантов, не пройдя контроль, не поступит клиенту. А что значит контроль качества вот в данной ситуации? Чтобы они были одинаковые в паре? Не только. Создать симметрию коробочки, чтобы она была одинаковая в паре, это не самый главный момент. Главное, посмотрите вот на вот эту пуанту, которой выдержан баланс. Которая должна стоять, да? Да. И вот этот вот баланс, он как раз и характеризует все основные операции технологические, что они выполнены правильно. Что они выполнены с высоким качеством. Ну, то есть если падает, значит сделано неправильно. Не то, что не падают. Даже если ветер будет, они должны стоять. Да. Николай Максимович, у нас слово качество, Ирина забыла сказать. Это наш девиз. Наш девиз, у меня сейчас спрашивают, какой ваш девиз? Качество. Поэтому вы видите третий этап контроля качества. До этого все детали пуантов прошли два этапа контроля. А в конце, Николай Максимович, есть маленький секрет. Этого практически никто в мире не делает. В каждой паре пуантов есть номер. Шифр-код, да. Номер паспортные данные. Ирина, поднеси под камеру. Покажи поближе. Это не серийный номер. Это зашифрованная в сочетании цифр и букв информация о том, в какой день, какого месяца произведены пуанты. Какая модель, номер мастера и номер контролера, который проверял пуанты. Вот тем, кто делает подделку, придется просто Энигму создавать. А теперь они возьмут вот эту вот, да, и будет у всех одна модель. Пытаются делать нашу подделку в Китае под нашим брендом. Вместо Made in Russia, что мы гордо здесь тисним на подошву, они пишут Handmade. Да, и пытались скопировать наши номера. Но это было так смешно. Они просто налепили буковки и цифры. Надеюсь, вы выиграли судебный процесс. Стараемся выиграть. Этот процесс идет уже два года. Конечно, о такой компании, как Гришко, Всего 76 стран. Всего 76 стран? Да. Всего-то. Всего-то 76 стран. Это, наверное, минимум, потому что, я думаю, что знают во всем мире, по крайней мере, все артисты балета, многие, наверное, уже мечтают танцевать в вашем фонте. Все жалуются на ковид, какой ужас, производство упало. А у нас есть проблемы из-за ковида. Одна. Нам нужны еще рабочие, еще рабочие. Мы не успеваем делать наши заказы. Это, наверное, конец производства, да? Финал? Да. Ну, финал, на самом деле, на сцене. Это всего лишь препоросион к финалу. Точно. К финалу нужны все-таки ноги. Да. Спасибо вам большое, что были с нами. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы видели вот до этого производство? Ну, я бывал. Ну, бывал. Все-таки артист балета в бывшем. Вот. Конечно, я знаю, как это делается, я знаю, сколько труда в это вложено. и, ну, как бы, я умею ценить этот труд. Спасибо вам большое. Вам огромнейшая удача. Мы всегда ждем. Чтобы было время делать еще больше таких вот, такой замечательной... И сам можно назвать это обувь? Конечно, это балетная обувь. Еще знаете, что очень важно, что настоящий артист балета никогда не положит свою обувь на пол, только она будет лежать на столе, даже, ну, ту, которую он выходит на сцену, она будет очень аккуратно сложена, потому никак иначе, как обувь, это называть нельзя. Ну, такая вот прекрасная обувь. Спасибо, что были с нами. Это была программа, точнее, даже новый выпуск «Звездно. Откроем Моспром». Николай, спасибо вам. Николай, спасибо вам. Ирина, вы нам очень помогли. Оставайтесь с нами и смотрите нас в социальных сетях «Откроем Моспром». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова